До недавнего времени самой главной проблемой нового отопительного сезона в южной части, который уже стартовал, оставалась грязь в сетях. Именно поэтому на котельной новой энергетике постоянно приходилось производить очистку теплообменников, из-за чего единственный источник тепла для южан не мог работать должным образом. Главный инженер новой энергетики Надежда Сидорова отметила, что вода на данный момент стала намного чище, но несмотря на это, работает по-прежнему только три теплообменника из пяти. Есть и другая проблема. Это подпитка. Подпитка вот сегодня на 9 утра 105 тонн. Соответственно, от того, чтобы мы поменяли сети, ситуация, видимо, не очень хорошо поменялась в этом плане. Я не знаю, или где-то открыто на проток, или что-либо еще, потому что подпитка с прошлого года так и не уменьшилась. 105 тонн подпитка. При планируемой подпитке снижение, в общем, когда мы запускались, подпитка была 60. Сейчас подпитка увеличилась до 105 тонн. Глава города Константин Поспелов попросил занести в протокол заседания тот факт, что новая энергетика должна обеспечить работу всех теплообменников. Тогда будет и достаточный объем, который нужно поднять, по словам специалистов, как минимум до 1250 кубов. Важность работоспособности котельной новой энергетики, несмотря на все технические грехи всей гидросистемы южной части, это очень важный момент. Поэтому вы должны отдавать себе отчет, что любой ваш технический чих на котельной ставит под угрозу обеспечение теплом и горячей водой 16 тысяч населения. Также глава обратил внимание на то, что в южной части надо запустить еще одну котельную, которая была построена в декабре 2016 года. Чтобы запустить, нужно заключить договор на поставку газа. Все документы были предоставлены в ГАЗЭКС, в том числе и от эксплуатирующей организации МУК ЖКХ, то есть договора на обслуживание, договора на потребление газа. На сегодняшний день у нас после обеда представитель Ростехнадзора на объекте. Мы ему сдаем объект, показываем, он ставит свою подпись. Если у него замечания нет, мы везем документы по новой в ГАЗЭКС. А пока что в квартирах Южан постепенно становится теплее и количество заявок в управляющие компании снижается. В ближайшее время все они должны будут выполнены. Игорь Соколов, Константин Миронов. Новости. Твой день. Игорь Соколов, Константин Миронов. Новости.